Туристический слёт собрал на одной площадке у озера Селяхи 11 команд. На протяжении трёх дней в конкурентной борьбе они будут определять, кто сильнее в спортивных стартах, креативнее в творческих конкурсах и более подготовлен к жизни в полевых условиях. Жюри начисляет баллы конкурсантам не только в рамках состязаний, но и за быт – создание комфортных условий проживания. И дело это надо отметить не из простых. С каждым годом растёт уровень подготовки и отдельных участников, и целых команд. Я вот уже за свою жизнь провёл, ну, не знаю, не считал, но сотни, скажем так, слётов в разных хипостасах. От главного судьи до родового судьи или начальника инстанции сотни, наверное. И вот этот слёт, я могу с чем сравнивать, выбирать, всяких разных слётов навидался. Вот наш этот слёт, мне всегда очень нравился, что тут какой-то такой, вот есть здоровый ажиотаж такой, что есть борьба спортивная. Но и как-то она такая добрая. Тут у нас вот такая конкуренция хорошая, вот 33-я школа, 17-я, ну, раньше ещё была 32-я, подпирала, но сейчас немножко. Вот, и они дружат между собой, но соревнуются очень азартно и очень так, по-доброму, но по-спортивному, в то же время. Турслёт работников учреждения образования имеет солидный стаж проведения. Более полутора десятков лет, а за этот период неоднократно менялся и состав участников, и их количество. Неизменными оставались цели проведения, развития туризма и повышения туристической квалификации. С целью эти соревнования проводятся формирование здорового образа жизни, пропаганды здорового образа жизни, а также совершенствование туристских навыков. Кто-то совершенствует, кто-то формирует. Поэтому мы здесь и собрались. В составе команд как туристы опытные, не первый год приезжающие отставят честь родного учреждения, так и новички. И те, и другие в своих силах уверены и настроены на победу. Однако плюсы видят и в самом участии. Это хороший способ укрепить командный дух и сплотить коллектив. Первый раз здесь, но на самом деле обстановка очень приятная. То есть я думала, что как учителя, собрались, что-то там какие-то, будут минимальные конкурсы. На самом деле, посмотрев программу и пройдясь по лагерю, я смотрю, что все будет достаточно интересно на таком высоком уровне. Наши команды, я лично, были на всех турслетах. Это 16-й уже проводится слет. По-моему, с 95-го года возобновились турслеты. Цель – это сплотить коллектив. Ну и благодаря профсоюзам городским это у нас получается. Победители турслета образца 2016 года определятся в конце заезда. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, равно как и участники слета, показавшие лучший результат в отдельных видах соревнований, будут отмечены грамотами и получат денежные вознаграждения. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...